Добрый день, дорогие ребята! Рада вас приветствовать на очередном уроке информатики. Сегодня на уроке мы продолжаем говорить, какие опасности есть при работе в интернете. Сегодня на уроке мы будем рассуждать о незаконности копирования чужой работы. Ребята, давайте вспомним материал из предыдущего урока. Интернет – это безграничный мир информации. В сети вы можете найти много интересного и полезного для себя. Но, помимо хорошего, в виртуальном мире есть и плохое. Чтобы обезопасить себя в интернете, необходимо соблюдать простые правила. Отнесись к ним внимательно. Расскажи о них своим друзьям, что любому компьютеру могут навредить вредоносные программы. Ребята, давайте вспомним основные правила защиты от мошенников. Используйте надежный пароль. Регулярно обновляйте системы и антивирус. Внимательны будьте и осторожны. Основные правила при борьбе с фишингом. Внимательно проверяйте ссылки. Относитесь с подозрением к письмам, требующие немедленно перейти по ссылке. Прежде чем кликнуть по ссылке, гораздо надежнее ввести адрес вручную в окне браузера. Ребята, а что такое плагиат? Знакомо ли вам это слово? Плагиат – это умышленное, незаконное присвоение чужой информации другим человекам. Во избежание плагиата необходимо указывать ссылку на адрес веб-страницы и автора при использовании материалов из интернета или других источников. Для того, чтобы проверить, является ли работа авторской или взятой из интернета, существуют специальные программы, которые позволяют проверить текст на уникальность – плагиат. Давайте выполним практическую работу проверки текста на уникальность. В данной практической работе мы проверим текст на уникальность – плагиат. Для этого воспользуемся сайтом антиплагиат.ру. Заходим в Google Chrome. В строке поиска напишем «Антиплагиат». Нажимаем «Найти». Среди веб-страниц находим «Антиплагиат.ру». Переходим на сайт. Далее нажимаем «Войти». Для дальнейшей работы переходим в кабинет. В данном окне мы можем проверить документ или проверить текст. В качестве примера мы воспользуемся информацией из интернета. Для этого откроем новую вкладку. И в строке поиска напишем «Безопасный интернет». Нажимаем «Найти». Открыв любую веб-страницу, мы скопируем фрагмент текста и встаем его в проверку. Копируем фрагмент текста. Переходим в кабинет «Антиплагиат». Нажимаем «Проверить текст» и добавляем тот текст, который мы скопировали. Нажимаем «Продолжить». В результате наш текст добавлен. Закрываем окно и вы можете увидеть, что процесс проверки текста на уникальность запущен. По завершению выполнения проверки текста на уникальность или оригинальность, мы видим, что оригинальность текста составляет 0%. Давайте перейдем «Просмотреть результаты». Отчет. И здесь мы видим, ребята, что действительно данный текст был позаимствован 100% в сети интернет. Здесь мы видим основные источники, откуда был взят данный текст. Далее давайте проверим еще один текст, ранее подготовлен нами. Переходим «Проверить документ» и выберем уже подготовленный документ с рабочего стола. Открываем и нажимаем «Проверить». Документ добавлен в проверку. Ждем результата. По завершению проверки на оригинальность мы видим, что данный текст оригинальность составляет 100%. Давайте просмотрим результаты. Переходим в отчет. И мы видим, что в данном отчете у нас нет ссылок на сайты, откуда взята данная информация. Этот текст подготовлен автором. Давайте подведем итоги данной работы. Нельзя использовать чужую информацию и выдавать ее за свою. Это считается плагиатом. Если вы все-таки используете информацию из интернета, необходимо указывать автора или ссылку на сайт, откуда была взята данная информация. Давайте порассуждаем об авторском праве. Авторское право – это правовой инструмент для писателей, музыкантов, художников и других творческих людей, которые используются для защиты своих работ. Ни одна работа не может быть использована, распространена или опубликована в интернете без разрешения автора. Авторское право защищено законом. Копирование чужой работы считается незаконным и регулируется законом Республики Казахстан об авторском праве и смежных правах по 10 июня 1996 года. Авторское право делится на два вида. Личное право – это совокупность естественных прав и свобод человека. И имущественное право – совокупность правовых норм, связанных с владением, пользованием и распоряжением. Ребята, вы также должны знать, что не вся информация подлежит авторскому праву. Давайте более подробно рассмотрим, что является авторским правом. Авторским правом можно защитить аудиопроизведения, литературные, архитектурные произведения, видео, хореографию, музыку, театральную постановку, графику, скульптуры, а также программный код. А теперь давайте посмотрим, что не распространяется на авторское право. На идеи, концепции, принципы, процессы, факты, решения технических, организационных и иных видов задач. И если вдруг кто-то решит взять вашу идею в работу, это не будет нарушением авторского права. Копирайт. Знак авторского права. Применяется вместе с именем человека или названием организации. Ребята, давайте закрепим правила безопасности в интернете. Скачивайте программы только из проверенных источников. Не отвечайте на недоброжелательные сообщения, выйдите из чата, если чье-то сообщение вызывает беспокойство. Используйте надежные пароли. Если вы получили грубое сообщение, сообщите о нем родителям. Аккуратно относитесь к знакомствам в социальных сетях. Не публикуйте запрещенную информацию. А также не оставляйте в интернете незнакомым людям свой номер телефона, домашний адрес. И самое главное правило, ограничивайте свое время в интернете. Ребята, а теперь перейдем к выполнению задания для закрепления темы урока. В каком случае нарушается авторское право, а в каком нет? Учитель на уроке размножил статью из энциклопедии и раздал учащимся. Автор собрал задачи по информатике и создал сборник материалов, но не указал список используемых литературных источников. Ученик изучил творческую работу своего одноклассника и взял для своего проекта его идею. Ученик скачал с сайта материал для реферата, при этом не указал ссылку на данный сайт и его автора. Проверим ответы. В первом случае не нарушается авторское право, во втором случае нарушается, не нарушается в третьем варианте и в последнем нарушается. Я надеюсь, вы правильно справились с этим заданием. Переходим к следующему заданию. Запомните пропуски в предложении. Давайте проверим. Плагиат это умышленное, незаконное присвоение чужой информации другим человекам. Во избежание плагиата необходимо указывать ссылку на адрес веб-страницы и автора при использовании материалов из интернета или других источников. Молодцы, ребята! Переходим к следующему заданию. Знаете ли вы основные правила безопасности в интернете? Вам предложены варианты правил. Распределите в первый столбик не опасно, во второй опасно. Давайте проверим правильные ответы. Не опасно хранить свой пароль в тайне, скрывать информацию о себе, обновлять антивирусную программу. Опасно открывать подозрительные сообщения, оскорблять в социальных сетях, а также скачивать программы с незнакомых сайтов. Итак, давайте подведем итоги урока. Сегодня на уроке мы рассуждали о незаконности копирования чужой работы в сети интернет, а также выполнили практическую работу на проверку текста уникальности – плагиат. Наш урок подошел к концу. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok